Кирпичный фронтон Казанского авиационного завода рухнул сегодня днём на два автомобиля, припаркованные рядом со зданием. Один внедорожник Toyota Land Cruiser уничтожен полностью, другая машина, Deo Matisse, была повреждена частично. Услышав громкий хлопок, работники учреждения выбежали на улицу. Понимая, что в салоне раздавленной машины могут находиться люди, они вызвали спасателей. Аэрод Назипов был на месте происшествия. Сразу после происшествия на место инцидента прибыли экстренные службы города. Рухнувший вниз кирпичный фронтон буквально похоронил под собой внедорожник Toyota. Спасатели не знали, есть ли в автомобиле люди, и стали в первую очередь разбирать завалы. В какой-то момент они стали опасаться, что кирпичная кладка может продолжить обрушаться. Чтобы избежать жертв, работникам завода пришлось перекрывать доступ к зданию с разным сторон. Сюда людей поставьте, стена вещь отошла. К счастью, ни одно из опасений не подтвердилось. В расплющенном автомобиле людей не было. По счастливой случайности, в момент обрушения рядом не было и прохожих. Поэтому никто не пострадал. Но кроме Toyota, повреждений получил еще один автомобиль. За несколько минут до обрушения девушка-водитель оставила Део Матис около шлагбаума, перекрывающего въезд на территорию завода. И отошла буквально на несколько минут. Но, услышав грохот, вернулась на улицу. Уже вот так все произошло, то есть я не успела возведить. Как это было? Как увидела вот это? Ну, из половины, наверное? Конечно, я бегом бежала, как могла. Здание было построено в 1937 году. Как нас заверили на предприятии, в следующем году заводы управления планируют модернизировать и реконструировать, и превратить в современный инженерно-технический комплекс. Для выявления причин обрушения части крыши завода управления создана специальная комиссия. Идет осмотр поврежденного участка. Сумму ущерба еще только предстоит выяснить. К слову, на разбитом внедорожнике, по некоторым данным, передвигался директор предприятия. Восстанавливать автомобиль не имеет смысла. Айрат Назипов, Азат Самигулин, Вызов 112.